Одно БО-3 после этой игры. Ну и что ж, 1-1. Зефир Дота против Джонас Ревенш. Думразор, как всегда, заходит у нас в бан. Эти персонажи у нас уже второй раз здесь находятся. Думремастер заходит постоянно, что сейчас, что в прошлой игре. Думразор также. Фейслис Войт на этот раз, наконец-то, забанили этого вайда. Правильно сделали. В прошлой игре он был довольно-таки неприятный. В прошлый раз отдали вайда. Сейчас забрали себе Люкана. Хороший персонаж, ничего не скажешь. Ну и против Люкана сейчас Зефир Дота взяли себе. Шадоу Шамана, Нейчерс Профит. Хотите пушить? Давайте попушим друг другу. Собственно, вот так. Ну, Секси Бамбула умеет пикать. Здесь ничего не скажешь. Парень действительно думает. И парень знает. Очень хороший драфт у него. Великолепный даже драфт. И вот эти вот сейчас Шадоу Шаманы, Нейчерс Профиты против Люкана заедут. Главное не подставляться под этого Люкана. Вот и все. Эр Шейкер. Первым саппортом заходит к АДЖРМ. Не знаю, конечно, почему. Возможно, просто потому, что это сильный персонаж. А возможно, потому что Нейчерс Калы вместе с крипами. Их очень много. Там, да, Нейчерс Колов надо будет, конечно, всех убивать. Если туда влететь, будет больно абсолютно всем. Ну и как Шейкер персонаж тоже сам по себе симпатичный. Там, Фисурка. Очень много стана. Можно отрезать кого-то. Саппорт, конечно, великолепный. Ну и что? Минус Драгон Кнайт от Джеяр. Минус Тайт Хантер от Зефир Тота. Не знаю я, почему, конечно, Драгон Кнайт. Ну, возможно, потому что, опять же, стоит и ломает его без разницы, кто его кусает, кто его там бьет. Но это не особо важно. Тайт Хантер отлетает. Баншу сейчас запрещают в данном матче. Ну и на самом деле, вот да, вот Банша здесь отличный бан. Нельзя допускать таких персонажей в пик к Зефир Тоте сейчас. Ну и как мы видим, Секси Бамбуа пытается нас забанить всех персонажей, которые могут врываться и убивать. Шейкера уже отдали, который может врываться и убивать. Нельзя теперь, конечно, отдать было Кентавра и Тайт Хантера. Иначе потеря потери. Очень, конечно, серьезно плющило бы, ребят. Ну, а так Сэн Кинг, Шадоу Шаман. Серьезно, два отличных саппорта. Очень много контроля. Есть стан, есть там Хекс, есть еще можно связать кого-то, если что. Еще и Фурион будет прилетать на эту линию, где это все будет происходить. И в мид можно этими пацанами гангать. И Даггер появится с Сэн Кинга. И Шадоу Шамана, скорее всего, появится Даггер. Вот она Дота. Это да, действительно два отличных саппорта. Посмотрим, кого возьмут себе Джер. Эншент Оперейшн. Вот этот Эншент Оперейшн будет отъезжать. Я вам хочу сказать, постоянно. Если он не будет стоять на базе, там даст базы выкидывать ультимейт, то он будет умирать. Бэтрайдер. Ой-ой-ой-ой. Бэтрайдер... Соло-хард. Или Бэтрайдер мидлейн. Куда Фурион? Фурион фармит на Изи или что? Нет, конечно, и Фурионов на Изи фармящих мы видели. Достаточно успешно это все заканчивалось. Какой-то Скади просто у Фуриона появляется. И попробуй убей. Инвокер. Для ЖР в мидлейн. Есть Эншент Оперейшн. Есть Шейкера. Есть Прокаст. У Шейкера есть Прокаст. И... Да, неплохо. Это все выглядит сейчас. Очень даже неплохо. Ну и опять же, с Фердота тоже умеют драться. Тоже могут. Надо, конечно, драться немножечко по-другому. Надо инициировать это там с Бэтрайдера. Надо момент неожиданности какой-то иметь. Бэтрайдер там зацепил. Фурион прилетел. Застанели, убили. Ну, все как учебник. Ну и что? Лайфстиллер. Отлетает у нас в бан. Не хотят видеть этого. Парня. Ну да, Найк здесь был бы очень даже неприятен. Посмотрим, кого заберет себе Секси Бамбу. Посмотрим, что придумывает Зефир. Ну и, естественно, что будет стоять на Хардлейне у Джер. Есть еще времени полторы минуты. В отличие от Джер, можно подумать. Ну и, естественно, даже больше, чем полторы минуты. Можно подумать. Можно решить. Можно что-то там подсмотреть себе. Посоветоваться с своими тиммейтами. Ну, по-моему, сюда заезжает Патма. Если быстро всех убить, здесь будет просто потом самый лучший вариант. Если постараться быстро закончить игру, то лукантроп сгрызет и во многие, и бараки, и сгрызет все. Надо сейчас немножечко здесь подумать, что-то решить. Нужна ли сюда Патма? Нужен сюда какой-то другой персонаж. Более сильнее, более терпильный. Шторм Спирит? Ну, что я могу сказать насчет Шторм Спирита? Это... Да, как вариант отличный. Все-таки оставался мидер именно. Я думал, конечно, может быть, Трайдер каким-то чудом пойдет в мид. Нет, Шторм Спирит залетает у нас на мид-лейн. Хотят быстро всех убить. Хотят быстро драться, быстро спушить. На 20 минуте уже надо будет закончить эту игру. Или хотя бы показать то, что вы здесь выиграете однозначно. Если будет какая-то равная игра до 20-25 минуты... Проблемы может оказаться у Тайер. Очень много причем проблем. Сейчас мы еще посмотрим на пятого персонажа, кто будет у нас стоять на тяжелой линии от Джонни Ревенш. Ну и вот как раз-таки сюда уже залетает Патма. Ну что? По сути-то... Зефирдота вновь перепикали. Перепикали. Не сказать, что как в прошлый раз. Настолько сильный и паза в прошлый раз. Но перепикали. И здесь отличные персонажи, которыми цеплять и убивать. Здесь опять же тот же самый Шаду Шаман Сэн Кинг. Очень много контроля. Все это имеется. Ну а здесь Патма, Солохард, Инвокер мид-лейн. Инжет Оперейшн, Эр Шейкер 2 саппорта. Это фармящий Люкантроп. Ну и пробежимся мы немножечко уже по составу команд. Шаду Шаман. На нем будет у нас играть Мерлини. Корой фармить на Нейчос Профите. И Осин будет сидеть на Сэн Кинге. Секси Бамбоя будет стоять Солохард на Бэтрайдере. И Блиц Дота в мид-лейне на Шторм Спирите. Люкантроп у нас. Это Чиликс. Этот парень, кстати, играл у нас на Морфе в миду в прошлый раз. Посмотрим, что сейчас будет сейчас. Аполлсон катает снова у нас на Инвокере. Возможно, это будет он фармящий Инвокер. Да. Так, оно и есть. У нас в мид-лейн Люкантроп. Инвокер на Изи-линию. Ага. И Трипла. Патма. Эншн Парейшн. И Эр Шейкер. Шарки на аппарате. Винтер на Эр Шейкере. И Джонни будет катать на Патме. Так, сейчас имеет. Здесь тапок у нас Сэн Кинг. Можно будет кого-нибудь цепануть. Поубивать. Если, конечно же, получится. Ну и думает, конечно же, что стоит здесь у нас одна Патма. Но, как мы с вами-то уже видим, не одна она здесь. Ну что ж, Секси Бамбу должен выигрывать эту линию против Инвокера. Инвокер. Ничего там не может показать от Райдера. Контроль от Инвизик. Сейчас бежать, получать какой-то эксп. Что-то там проскаутить. Кто здесь находится. Против кого ему придется стоять. Можно действительно выглянуть. Ой-ой-ой-ой. Вот это наглость сейчас от Батрайдера. Явная наглость. Ну, стоит они здесь соло. Обменялись пачкой крипов. Проседает там, конечно, еще немножечко у нас Батрайдера. Но, да ладно. Так. Смоки уже от этих саппортов на первом уровне. Есть чем связать. Есть Бороу Страйк. Почему бы и нет Люкантроп в миде? Почему бы, собственно, и нет? Скажется, что крипы только под вышки. Это проблема на первом уровне. Так. И вторые саппорты. Опять тоже в смоках. Сейчас что-то интересное здесь начнется у нас. Куда-то двигать в смоки. Так. Смоки пропали. Увидели этих парней. Нашли. Заблочили отвод. Ну и что-то нет интересного. Немного. Преон. Накидывать сюда сейчас шейкеру. Бить. Бить. Пеньками. Стопить. Бить. Фиссуру положили на Сенкинга. Поэтому, собственно, продолжения-то и нету. Так. Сейчас немножечко посмотрю. Все-таки все у меня нормально. Да. С микрофоном все в порядке. Все отлично. Такую штуку я вам сейчас поставлю. Только здесь. А, ну и да, вот я сейчас в чатике почитал. Почему не Тинкер? Ну, согласен. Да, Тинкер заезжал сюда... Очень даже хорошо. Балдежно было бы им там вместе с Фурионом. Ну, проблема в том, что если инвокер будет к вас вексовый, как он и имеется, если появится у него арчит, то Тинкеру будет плохо. Так, а сейчас право-лево здесь у инвокера. Алло, инвокер. Все с тобой в порядке. Там где-то у нас ФБ. Но все-таки умирает. Сейчас здесь инвокер. И должен отъезжать Бэтрайдер. Да, отъедет. У нас Бэтрайдер. Ферст Блад был сделан на Шторм Спирити на руне. Патма. Выбрала все-таки ФБ. Только каким чудом это все здесь получилось у нас? Я не могу особо понять. Вышли саппорты, накидали Шторму на руне. Выходит так, и все. Ну да ладно. Какой-то Старладер, если я бы не пропустил Ферст Блад. Немножко завилател. Думаю, ничего страшного с этим не будет. Зацепили сейчас у нас Бэтрайдера. А Бэтрайдер в ЕМП горит. Очень сильно горит. Остается без маны. И, ну, почему бы не убить? Алло, ну, ребят. Ну, можно же было что-то как-то его найти дальше. Есть тапок у инвокера на вексах. Быстрый до ужаса. Ну, нет. Не такой быстрый. Нет, еще быстрее там даже, на самом деле. Мог бы спокойненько догнать, на самом деле, убить. Опять снова цепанул сейчас Бэтрайдера. Кулснепы. Ой-ой, проблема сейчас у Бэтрайдера. Ждет Файрфляя, и надо бы отсюда как-то улетать. Пытается замансовать за деревьями, но тут фижн. Тут есть вард. Если бы не вард, то все бы получилось. Все бы действительно получилось. Неплохой мув от Бэтрайдера, но проблема в глазах. Что, у Фуриона все прекрасно. 21 крип, у Штурмспирита, собственно, то же самое. 17 крипов у Люкантропа, 17 крипов у инвокера. Как-то Зефир чуть-чуть перефармливает своих оппонентов. Чуть-чуть. Бэтрайдер 17, инвокер 17. Все отлично. Патма 12. Да, каждый там на 5, на 6 крипов. Перефармливает. Получается у Бэтрайдера вновь неприятности. Как? Нет, это такое. Немножко похарасили, отогнали, побили. Ой-ой-ой, как щеленька чем-то там наваливает. Не надо было, конечно, не взять хулстепы, оставить обману. Но потом... И Патмо оставляет здесь в соло. И, кстати, давно он уже стоит в соло. У Штурма проблема? Нет. Штурм летает у нас. Себе на ХГ. Ну что, какой-то бэби-сидик, на самом деле, от Шейкера здесь. Для Люкантропа пытается ему вечно чем-то помочь. Да, стоять против Штурма здесь. Трудно. Ой-ой-ой, проблема у инвокера. Да, конечно... Умирает он здесь однозначно. Еще Форион прилетел. Немножко там голды получил, на самом деле. Мог просто с линии ультануть и не больше. А, ну, возможно, да, пушить вышку, как вариант. Но пришли. Сместились два саппорта сходу. Один с мида, второй с леса. И вышку особо пропушить не получится. Есть инвокер здесь, трипла. Все находится у нас на бот-лейне. Солон Фреон остается на харде. Так. Под инвизом. Ну, по-моему, ничего особенного. Хотя, очень, да, очень больно. Звезда попадает в крипа. Надо липаться отсюда. Все, хорошо, уходит потом. Нет, не уходит потом. Поймал все-таки у Фреон. И ошибку сейчас допустил здесь. Хардлайнер, команда, JR. Так, а почему бы не зацепить Шторм Спирита? Ой, что... Ааа! Шторм Спириту, почему бы не зацепить Люкантропа? Можно же было. Вот, собственно, да. Да, что и надо делать. Умирает здесь Люкан. Умирает здесь Люкан. Ну, нет, умирает здесь Сен Кинг, по-моему. Да, умирает все-таки здесь Сен Кинг. Надо было немножечко раньше это все делать. Надо было делать это в первый раз. Ну, поднаждали там следующего Крипвейва, и только потом это же начать делать, когда там уже и Патма оказалась, прилетела со скролла. И, ну, Шейкер там всегда был. Ну, даже если бы был один Шейкер, все равно бы убили. Опять вышли здесь на Инвокера. Бедный Инвокер. Бедный Инвокер. Утащили, растянули. Там связали, здесь поймали. Не туда, мимо, но рядом. А вот это плохо, то, что находится без центре здесь, ребята. И спокойненько Инвокер у нас улетает. Ошибились, то, что и Раста связал, и Бэтрайдер в лосо взял. Надо было это как-то поочередно все делать. Патму снова, по-моему, там убивает. Парион у нас вместе со Шторм Спиритом на этот раз. Шторм забирает себе фраг. 4-4 счет. Ну, и вот, да, неплохая дота. Сейчас у нас начинается какая-то агрессия, какие-то драчки. У нас бои кулачные здесь постоянно. Ну, то, что в прошлой игре. Ну, и 560 хп у Т1. Восьмая минута. Надо бы как-то подоламывать его, когда вот здесь не будет Люкантропа. Можно зайти, убить аппарата, убить снова Инвокера. Сломать вышку и жить хорошо. Скаутит здесь у нас Бэтрайдера, но забрать его ничем не получится. Да, спокойненько просто отлетает к себе под вышку. Так, ну и вот, начинают уже волки отгонять, конечно. Инвокер. Фейзы. Брейсер. До барабанов еще долговато. Девятая минута. Крейджиные стики еще, конечно, имеет. Пак, рип стату. Фурион. Топ-1. Люкантроп. И Шторм Спирит у нас идут сходу. Кстати, в миде-то пофармили они одинаково. По 44 крипа имеет Бэтрайдер. 39, можно сказать. Да, сейчас 40 будет. Тоже немало. А вот Инвокер уже начинает конкретно отставать. Там 34, это слабенько. Для десятой минуты. Да и вообще слабенько, на самом деле. Даже 40 слабенько. Так, на ветра подняли. Собаки там еще погрызут немного. И вышку, вышку, вышку. Начинает довольно неплохо прессовать. Есть Глиф. Расти больно. Пол ХП остается только лишь с одних волков. Поломали Таур. На Глиф развели. Ушли. Шторм. Пушить. Топ. Немножечко сейчас под сплит. Пушат здесь. Нахарасит вышку со следующего. Креп фейва. Вдобавок, сейчас еще и коляска здесь едет. Надо уйти только еще чужую коляску. И все. И все идеально. Конечно, Таур все равно достает по крипам. Очень хорошо. А, ну и вот уже, да. Начинает сзади телепорт. И подняли все-таки на ветра. Шторма. Надо улетать отсюда. Маны сейчас не будет. Абсолютно нет маны. Очень мало, конечно, ХП осталось. Шторма улетел на фуллману. На что хватило. Пытается догнать на всех вексах его инвокер. Сразу ТП. Разворот. Быстро, быстро, быстро убегать. Ну и Шейкер закончил. Работу своих тиммейтов. Батрайдер, какая наглость уже просто. Везде там летает. Ну, понимается, что все сейчас находятся на топе. Кто-то находится в миде. Толком никого нету. А, кстати, Engine Operation будет у нас здесь умирать. Есть, конечно, танго. Проел дерево. Но что такое убить пятого уровня аппарата, как бы, да? Там девятому Фуриону и Батрайдеру еще вдобавок тоже девятому. Минус вышка. А Люкантроп тем самым временем разобрался с Шадоу Шаманом. Ситуация та же самая, что у нас сейчас была и на боте. Хорошо, влетает сюда Шторм Спирит. Люкана нельзя отпускать. Почему? Не стоит его отпускать здесь. Кончился вдобавок еще ультимейт. Так, спокойненько кастовать скролл. Банка отлично сбивает телепорт. Домой. Для контроля. Гост Валк. Ну, на этот раз уже есть. Нету Вижена на этот раз. Печально. Стики Ветра. Это максимум, что сейчас может сделать у нас инвокер. Подумал-то, что не стоит. Сен Кинга там уже, конечно, никак не убить. Ну, нет, Сен Кинга убить. Сен Кинга действительно убить. Да, Сен Кинг нас здесь объезжает. Можно было бы доведаться. Хотя, аппарат не видели, потому что что у левела еще. Теперь увидели. Теперь узнали. Ганг сейчас будет у нас на Шаду Шамана. И накидать, быстро-быстро накидать. Да. Сурокл Снепы. Таверну. Шаду Шаман. Экспириенс. Полторы тысячи. У Зефира. В голде тысяча. Также они выигрывают. Ну, это из основной вышки, наверное. Полторы тысячи им дали здесь за Тауэр. Собственно, все. Вот оно, все преимущества. У Фуриона, Мидас, Фейсбус и Ринков Базилс. Что, ну, с Базилочкой, конечно, хорошо оформить. Но нужны какие-то более серьезные артефакты уже. Не знаю, будут ли это Микрономиконы какие-то. Или будет это что посерьезней? Какой-нибудь Орчат. Сходу убивать Инвокера. Бегом прилетать. Вексового неприятеля бить. Ну вот, собственно, появляется. Уж Тарамат уже Орчат. Да. Не нужно это уже Фуриону. Будет очень... Уж скоро здесь это торчит. А Фуриону уж в таком случае... Даже не знаю, что я могу в таком случае собирать. Вариантов, на самом деле, много. По-разному, собственно, по типу Фуриона. Рошанчик начинает у нас падать. Ездить ворды. Как-то странно они только пьют. Почему? Очень странно. Ой-ой-ой-ой, прошу прощения. Сейчас. Вот они спиной как-то отплевывают. Тем самым Рошан погибает. Шторм Спирит есть. А Егис... Надо еще немножечко подфармить. Будет еще и Орчит. И вот дейфить бы топ. Да, дейфить бы топ. Идея превосходная. У всех есть там ТП? Нет. Три ТП у Шадо Шамана. Зато... Нет, у него Сент Кинга. Ни у Шторм Спирита. Ни у кого. Зато у ТРАС Т3. Ну и Таур в свободную начинает сейчас у нас падать. Был здесь фауль. Неплохо накидали. Полвышки нету. Зацепили Патму. Патму увозит у нас подвышку. Не поможет. Нет, Инвиз, конечно, уже теперь поможет. Липнулась. Сразу же. Просто Мунлайт Шадоу. И все. Найди, попробуй. Дастов-то мы не носим. Хотя вот сейчас просветили. Раста. Больно расти. Раста отъезжает в таверну. Ну кто такой Раста как бы там? Без ультимейта, без всего. У Шторма проблемы еще какие. Сейчас потратили в него все. Аегис сбили моментально. И надо, конечно, улетать отсюда. Надо будет драться. Нет, драться не стоит. Конечно, да. Аегис потратил моментально. У нас Шторм Спирит. Минус 3. Вот что значит. Просто нету телепортов. Прилетели бы, драка была бы немножко другая. Сэн Кинг. Без Эпицентра, без всего. Я не знаю, даже подкопал ли он там вообще кого. Минус 3 и минус Аегис. И минус Т2 Тауэр на то. Сейчас мы еще чуть попозже обратим внимание на графики. Так, Шторм на фуллману влететь. Зацепить Флюконтропа хотя бы. Или что? Кого? Того? Сего? По очереди всех накидывают. Отлично. Хотя Патма у нас умирает. Инвокер в тот момент разбирается у нас с Фарионом на нижней линии. Что у нас у Фриона? У Фриона даггер. Можно и такой был артефакт, конечно, сделать. Возможно, надо было сначала молнии заварить, потом даггер. Ну, а у Люкана все прекрасно. ПТ, Владимир, Боттл. 2.300 сверху. Почему бы, собственно, и нет? Ну, что, как-то разбежались, на самом деле. По своим линиям. Кто-то что-то фармит. Никакой агрессии сейчас воспроизводить здесь не будут. Ни те, ни другие. У Шейкера нет ультимейта. Этого звездного часа просто для Шейкера. Вон он будет. Также есть даггер. Все имеется. Можно влетать, убивать. Пытали сейчас зацепить здесь немножко Шторм Спирита. Спокойно улетел к себе под вышку. И, собственно, все. Так, ну и что? Как-то все-таки Рейден-то насягают на Т1 на боте. Пытаются зайти, поломать. Яша есть уже у Патмы. Как уже? Восстанадцатая минута? Это не уже, конечно. Но есть. Ароу попадает сейчас Сэн Кингу. Очень хороший Ароу. Забрали моментально у нас Сэн Кинга. Там можно было и без ультимейта аппарата. Также еще и забрали у нас и Бэтрайдера. Влетел. Что там? Кто у нас летел? Вот и Шейкер распинал этого бэтрайдера. Ликантроп сейчас догрызет. У нас здесь Сторм Спирита должен, 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 конечно же съесть. Нету маны. Подняли на ветра. Вот это нехорошая идея. Но... Да ладно, убили-то все равно. Ну и сейчас будут меняться Таурами. Хотя нет. Пробежали дефить Фуриона. Но Тауэр, думаю, упадет все равно. Да, Тауэр должен здесь падать. Слагер распаконник уходит, а Люкан здесь нарезает уже и вторую вышку. Вот, собственно, оно было полторы тысячи преимущества у Зефир. Нашли у Хрена. Было полторы тысячи преимущества у Зефир. Теперь Джер ведут у нас сейчас пятерочку. Такую ровную. По Экспе, собственно, то же самое. Сейчас вот такой стрелой наверх. Поднялись графики в сторону. Радиант. Ну и что? У Зефир проблемы. Явные причем. Есть единственный Шторм Спирит, который хоть что-то здесь может сделать. Все остальные как-то не очень. Купили, конечно, Шейкера. Потерял он здесь ГЕМ. Но ГЕМ... Кто, кстати, ГЕМ-то забрал? А, отлично. У Сэн Кинга есть ГЕМ. Все шикарно. Зацепили инвокера. Ну и что? Стана-то нету. Ничего нету. Просто умер у нас сейчас Бэтрайдер. Не очень грамотно сыграл в этот момент. Надо было отпускать. Убегать. Фурион. Проблемы те же самые. Сэн Кинг. И у Сэн Кинга проблемы те же самые. Вот, собственно, и все. Конечно, Фурион там и мид. 8200. Есть Мидас, есть Даггер, есть. Практически мало. Но этого мало. Этого действительно мало. Люконтропа такими слотами не убить. У Люконтропа появился уже еще и Армлет вдобавок. 1700 голды сверху. В Армлет у него, кстати, уже есть довольно долгое время. Забыл, как-то, значит, его упомянуть. 10.2 инвокер, которого унижал Бэтрайдер на линии. Ну, как унижал? Не то чтобы, но... Линию он выигрывал, это однозначно. Да, сейчас инвокер 10.2 имеет 15 уровень. Все у него шикарно. Нашли Шаду Шамана. Разбили лицо. Гадлайк на инвокере. Неприятная новость. Зефир. Есть Витра. Ультимейтор. 1700 сверху. Три персонажа лидируют у Джер по Нетворсу. 9100, 8500, 8300. Потом только лишь Хорион 8300. И, что раз перед, 7000. Мелочь. 7 с полой. Преимущество в голде. В наглый уже заходит просто куда только можно. За все вышки забегает сейчас этот инвокер. Здесь носится. Оказывает огромные проблемы. Замакшенный в экс. Так, зацепили здесь сейчас Патму. Надо Патму очень быстро убивать. Да, Патма, собственно, у нас умирает моментально. Но Шейкер врывается. Вот, это Звездный час от Шейкера. Еще вдобавок ультимейт аппарата. Шторм будет у нас умирать. Пытается каждый тик, конечно, пролететь. Но... Не помогает это. И с двух, с трех укусов умирает. Сейчас здесь Шадоу Шаман. 4 в 1. Гуд гейм. Адзефир. Проиграли они вторую, третью карту. Ну, для себя, в смысле, вторую, третью. В общем, вот наша БО 3. Первая заканчивается. О, ну что? С победой. Этот грозный стак. Там ребят из Оранж. Кто-то еще откуда-то. Джонис.